Всем большой привет! И в сегодняшнем видео мы с вами будем учиться рисовать. Точнее, не будем учиться, а я просто вам покажу те упражнения, которые я делаю для того, чтобы научиться рисовать каллиграфию. Первое упражнение очень простое, но смысл его очень важный. Для того, чтобы, когда мы пишем, у нас, скажем так, все буквы были одной высоты, да, и научиться свою руку писать, чтобы она на ощупь чувствовала высоту, и на ощупь мы ставим вот такие палочки. Здесь разлинованная бумага, и это сделать достаточно просто. Суть упражнения в том, чтобы потом, когда вы уже, допустим, испишите много-много, да, вот именно в разлинованной бумаге палочек, стараясь делать их одной длины, не выходя за рамки, и ставить, например, на одном расстоянии, да, то есть много-много вот так вот тренироваться. Суть в том, чтобы потом, когда вы возьмете А4, вы могли также повторить эти линейки, не выходя, скажем так, за рамки, то есть стараться придерживаться одного и того же расстояния и одного и того же размера. Как видите, у меня не очень хорошо получается, и проверить себя потом тоже очень-очень легко. Просто очерчиваем линии, и видим, да, насколько мы скосили вверх, вниз и так далее. Как видите, у меня еще уровень очень-очень низкий, поэтому стоит, скажем так, не обольщаться, а просто вот так вот тренироваться. Это первое упражнение, которое я нашла, на самом деле, если весь день вот так вот, ну не весь день, допустим, полчаса вот так вот делать, потом на вот такой бумаге получается, да, уже, ну то есть вне граммок, если медленно делать, да, уже получается. То есть в принципе это все реально, это все возможно. Второе упражнение, которое мне тоже очень понравилось, это уже мы, скажем так, стараемся рисовать наклон, да, то есть изначально у нас линии идут под наклоном, можно либо в эту сторону изначально тренироваться, либо в эту. Все то же самое, мы чувствуем, скажем так, грани, чувствуем наклон и так далее. Вторая и третья, скажем так, часть уже более сложная, мы просто соединяем все, что было выше, то есть, ну или, допустим, это я слишком сильно загнула, мы рисуем кривую, и чтобы они были параллельны. Да, то есть вот эти должны быть параллельны вот этим, а вот эти должны быть параллельны вот этим. У меня, как видите, еще плохо получается. Тоже упражнение на выработку руки, да, то есть на выработку каллиграфии. Вот, то есть рисуем ровную волну. Естественно, потом себя тоже очень легко проверить, да, просто вот эти должны быть параллельны, и вот эти должны быть тоже параллельны. Для этого тоже достаточно часто используют именно разлинованную бумагу, чтобы на ней были вот такие вот разлиновки. В интернете ее можно скачать, и уже по ней, скажем так, мы учимся выводить, да, свои вот эти линеечки. То есть, конечно, когда мы заранее разлиновали, но тут у нас получается наклон только лишь в одну сторону. Вот такое вот упражнение. Еще есть очень интересное упражнение, когда мы скрещиваем, рисуем вот такие вот петли. Мне кажется, это самое красивое упражнение. Ну, скажу, что оно самое сложное или самое легкое, да, но все сложно, если, допустим, нету опыта и нету практики. И тоже вот эту загогулину надо вести до самого конца, да, и стараться вырисовывать ее максимально ровно, и максимально, чтобы эти усики были все параллельно. Как видите, у меня уже видно, да, насколько скосило. Ее еще можно делать вот так вот. Я, конечно, понимаю, это самый-самый базовый уровень, и, возможно, те, кто из моих зрителей закончили там художественную школу, это уже неинтересно. Но, тем не менее, это очень-очень здорово, по крайней мере, для меня. Теперь давайте посмотрим маркером, потому что, допустим, каллиграфия, да, она в основном строится на широких и тонких линиях, да, то есть, как я посмотрела, когда мы ведем вверх, должна быть тонкая, когда мы ведем вниз, должна быть толстая. То есть, все-таки, леттеринг строится вот на таких вот линиях, на контрасте, да, видите мне. И, в принципе, для того, чтобы, допустим, что-то написать, достаточно играть с этой толщиной. То есть, вот принцип примерно таков. И, естественно, насколько у вас поставлена рука, насколько вы можете быстро, да, менять направление букв, размер, насколько разнообразное у вас письмо. Это все делает ваш леттеринг гораздо-гораздо интереснее. У меня, конечно, опыт, ну, просто колоссальный от противного, да, то есть, нет у меня никакого опыта. И, конечно же, очень-очень так с нуля практически начинать. Вот такими вот, скажем так, я себя развлекаю. Ну, и тоже маркером можно тренироваться. Вверх тонкую, вниз толстую. То есть, я тоже не имею кого-то профессионального маркера. Ну, и для тренировки я решила, что буду тренироваться обычным. В конце концов, если не умею рисовать, да, то не надо спихивать на то, что у меня маркер не тот, это не то, то не то. Ну, в общем, да. Я, скажем так, только начинаю, да, но в любом случае это все очень и очень забавно. Все. Надеюсь, видео было хоть немножко полезным и интересным. До следующего видео. И я очень-очень надеюсь, что я сама на эти не заброшу. И вот это все буду просто продолжать. И у меня в итоге будет очень красивая каллиграфия. Все. Всем спасибо за внимание. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok